Биткоин только что нарисовал свечу бога, и я не спал два дня, потому что капитализация биткоина превысила полтора триллиона долларов. Мы наблюдаем огромные прибыли по всем направлениям сегодня, и мы пережили один из самых прибыльных дней за всю историю. Поздравляю тех, кто покупал в этом диапазоне, вы заслужили эти прибыли. Давай погружаться в сегодняшнюю историю. Но прежде чем мы начнем, не забудь передать за проезд. Проезд у нас стоит один лайккоин. Передал? Большое спасибо за поддержку. И естественно, все, о чем мы сегодня будем говорить, это не финансовый совет. Я всего лишь парень из интернета, который собирает публичную информацию в одно компактное видео. Итак, биткоин достигал 76 тысяч долларов впервые в своей истории. И вот что нас может ожидать дальше. Я никогда не сомневался в том, что мы установим новый исторический пик, но я до сих пор не могу привыкнуть к такой цене биткоина. Это взрывает мой мозг. Чтобы достичь 100 тысяч долларов за биткоин, нам необходимо добавить всего 390 миллиардов долларов капитализации. Я говорю всего, потому что Тесла только за один день вчера добавила 80 миллиардов долларов капитализации. Так что все возможно. И это может произойти быстрее, чем все думают. Сейчас мы видим эту свечу бога размером в 7 тысяч долларов. Эта огромная свеча позволила биткоину обогнать компанию Мета, бывшей Фейсбук. Теперь биткоин является девятым крупнейшим активом на этой планете. Золото все еще находится на первом, Nvidia на втором. Но этот топ-10 крупнейших активов гарантированно изменится в ближайшие годы. И когда-нибудь биткоин будет на первом месте в этом списке, обогнав даже золото. И если биткоин получит капитализацию золота, его цена составит около 700 тысяч долларов. Но это не финансовый совет, это просто его природа. Марти Парти пишет, что паттерн, чаша и ручка уже реализуются на наших глазах. По его словам, целью этого движения является отметка в 124 с половиной тысячи долларов. Мы обсудим еще несколько целей сегодня, потому что свеча бога размером в 7 тысяч долларов вызывает у всех восторг и заставляет говорить о целях. Именно поэтому я сейчас немного осторожен. Мне не нравится эта эйфория вокруг, когда все бросились покупать даже эфириум, который еще вчера ненавидели. Тем не менее, впервые в истории США у американцев появился биткоин-президент. Мы немного поговорим о влиянии политики на криптовалюты, потому что, к сожалению, эти две вещи теперь неразрывно связаны. Еще 6 лет назад политикам было плевать на биткоин, но не сегодня. Я не люблю политику, но я люблю биткоин. И поэтому мне придется мириться с тем, что на него влияет. Наиб Букелли, человек-легенда, парень, у которого хватило смелости перейти дорогу МВФ, БМР и другим финансовым институтам и перевести страну на биткоин-стандарт. Он первым поздравил Трампа. Это не смогли бы придумать даже самые талантливые сценаристы. У нас есть Майкл Сейлор, генеральный директор микростратегии, который говорит, что Трамп это первый биткоин-президент. И Наиб Букелли, первый, кто поздравил Трампа с победой. Символично. При всем уважении к Сальвадору, влияние США в качестве биткоин-нации на мир будет намного сильнее. Но и это еще не все. Сенатор Синтия Ламис после победы Трампа заявила, что, цитата, «Мы создадим стратегический биткоин-резерв США». В рамках этого резерва планируется покупка 200 тысяч биткоинов в год на протяжении 5 лет. По прогнозам, Ламис пройдет не больше 12 недель, прежде чем другие страны тоже начнут принимать такой же биткоин-резерв. Мы можем увидеть гонку стран за каждый оставшийся биткоин. А их осталось на биржах не так уж и много, и для добычи тоже. Конечно, в политике много бюрократии и бумажной волокиты, так что провернуть это будет непросто. Но мы видим все больше инициатив насчет биткоин-резерва, в том числе и от Роберта Ф. Кеннеди-младшего, который будет работать вместе с Трампом. Почему-то вспомнил, как правительство Германии недавно продало биткоины по 54 тысячи долларов за штуку. Впоследствии это будет рассматриваться как одна из крупнейших ошибок в истории. Инвесторы активно покупали биткоины-облигации перед выборами, а затем 3 ноября некоторые спекулянты решили продать целую партию акций спотовых биткоин-этфов. И угадай что? Во-первых, они сильно об этом пожалели, а во-вторых, они пытаются отыграться и вернуться в эти акции спотовых биткоин-этфов как можно быстрее. Именно поэтому объем сделок составил 1 миллиард долларов за менее чем 20 минут этим утром. И это мы говорим только про один спотовый биткоин-этф от BlackRock, iBit. Обычно 1 миллиард долларов это объем целого дня на все ETF-ы, а здесь только первые 20 минут торгов одним ETF-ом. Другие биткоин-этфы показывают сумасшедшие объемы, готовые побить рекорды. И учитывая рост цены биткоина, это больше похоже на ажиотажный объем покупок. А значит эта неделя будет отличной для притока инвестиций. Вспомни все те казначейства и пенсионные фонды, которые уже успели купить биткоин. До 40, 50, 60 и даже 70 тысяч долларов. Но есть множество других, кто еще этого не сделал, не купил. Компания Microsoft также проводит голосование, добавить ли биткоин в стратегический резерв компании. Есть такое понятие, как сожаление после покупки. Но есть чувство еще сильнее. Это сожаление после непокупки. И мы уже видим, как многие уже начинают испытывать похожее чувство. Сожаление о непокупке. Стоит ли мне покупать биткоин сейчас? Подходящее ли время для того, чтобы начать покупать криптовалюту? Поздно ли инвестировать в биткоин? Или стоит рискнуть? Каждый цикл мы видим одно и то же. Знаешь, к чему приводит сожаление о непокупке? К тому, что люди массово покупают новые пики цикла, вызывая blow-off-top вершину, чтобы затем либо зафиксировать убытки, либо сидеть в просадке очередные 4 года. Впрочем, инвестировать в биткоин никогда не поздно, как показывает история. Даже если ты купил на пике 2017 года за 20 тысяч долларов, то сейчас, спустя 7 лет, ты в плюсе. Ты сделал 3 икса. Даже если ты купил на пике в 2021 за 69 тысяч долларов, сегодня ты все равно в плюсе. План, терпение и вера. Я терпеливо поддерживал веру инвесторов в 2018 году. Поддерживал и в 2020, поддерживал на каждом медвежьем рынке. И на следующем медвежьем рынке я тоже буду вас поддерживать. Это месячная доходность биткоина с момента его создания. В октябре рост составил 11,2%. В ноябре рост составил уже более 10%. А ведь прошла только первая неделя месяца. Все выглядит просто отлично и календарь отрабатывает как обычно. И посмотри на исторические данные четвертого квартала для криптовалюты. Он очень хороший. Но есть один актив, который с начала года вырос больше биткоина. Это Nvidia. Биткоин на втором месте. Затем Meta Facebook. Золото. А Ethereum на девятом месте. И обрати внимание, что Ethereum все еще сильно отстает от основных активов. Это дает надежду на то, что именно его очередь будет следующей. Похоже, его ожидает финальная встряска до этих уровней, прежде чем мы увидим масштабный разворот не только эфира, но и всех альткоинов. Если мы посмотрим на график общей капитализации альткоинов, то заметим признаки разворота. Такие же, как и на графике доминирования биткоина. И обрати внимание на график эфириума сейчас. Ничего не напоминает? Это же чистейшая картина Соланы в 2023. Если эфириум продолжит повторять за Соланой, его ожидает большой взлет впереди. Эта статистика не учитывает один актив, который превзошел даже Nvidia. И это микростратегия. 308% с начала года. Да, биткоины, которые держит Сейлор и микростратегия, показали себя хорошо. Но за размерами его биткоин-позиции люди не замечают слона в комнате. А микростратегия вскоре может стать таким слоном. Минута молчания для всех тех, кто встал в шорт перед выборами и буквально потерял все. Мы стали свидетелями самой масштабной ликвидации коротких позиций с июля 2021. Это тоже стало топливом для роста. Так называемый шорт-сквиз. Думаю, они шортили вот этот уровень по привычке. За 8 месяцев нас приучили, что цена не может его пробить. Но неужели эти два подтверждения после пробития этого уровня не заставили усомниться, что на этот раз все будет иначе? Знаешь, Трамп еще не победил на выборах, а график уже говорил о том, что пробитие этого уровня – дело времени. Но это не означает, что мы не провалимся в этот диапазон снова. Это вполне возможно. Если мы хотим продолжения роста, эта неделя должна закрываться выше 74 тысяч долларов. Теперь по поводу новых целевых цен. Во-первых, прогнозируют, что биткоин достигнет 100 тысяч долларов до инаугурации Трампа, как сообщает CNBC и Watcher Guru. Эта инаугурация должна состояться примерно 20 января, примерно через 2,5 месяца. То есть у нас впереди еще ноябрь, декабрь и чуть менее 20 дней января. Это почти 3 месяца, и многие люди верят, что к моменту инаугурации Трампа биткоин будет стоить 100 тысяч долларов. Скажу честно, мне не нравится, когда основные СМИ вроде CNBC становятся настолько оптимистичными. Однако я тоже верю, что рано или поздно биткоин будет стоить 100 тысяч долларов. Точных дат от себя называть не буду. Есть еще ряд других прогнозов. Древний инвестор в биткоин, который активно пропагандирует его еще с 2016 года, прогнозирует 1 миллион долларов за биткоин уже в следующем году. Опять же, это только его надежды. Но вот более реалистичные прогнозы от других известных людей. Марк Юско прогнозирует 150 тысяч долларов к 2025, Питер Брандт 135 тысяч, Тим Дрейпер 250 тысяч долларов. Кстати говоря, этот прогноз у него уже много-много лет. Роберт Кийосаки 500 тысяч долларов к 2025, Артур Хейс 750 тысяч долларов к 2026, План Б 400 тысяч долларов к 2026, Новоград с полмиллиона долларов к 2028, Кэти Вуд 1 миллион к 2030, Тайлер Уинклвас 500 тысяч долларов к 2030 и, наконец, Майкл Сейлор 13 миллионов долларов к 2045. Теперь про золото. Последние несколько месяцев золото превосходило биткоин, пока тот находился в состоянии консолидации в этом боковом тренде. И мы много раз говорили о том, что биткоин должен последовать за золотом. И это, наконец-таки, происходит. Золото росло на фоне всех тревог о мировой экономике, долгах и геополитике. Это привело к тому, что биткоин даже падал по отношению к золоту. Но недавно график биткоина к золоту резко развернулся. Теперь все изменилось. Золото падает по отношению к биткоину. Ты просто посмотри, какая свеча бога здесь нарисовалась. Биткоин – это новая версия золота. Цифровая, быстрее, проще, легче в хранении и транспортации. И его можно держать в голове, просто запомнив свои 12 слов. Золото при этом падает на выборах, а биткоин, как мы видим на этом сравнении, наоборот, взлетает. Довольно странно, как быстро все меняется. Технокомпании также показывают отличные результаты в надежде на снижение корпоративных налогов от Трампа. Тесла показала рост по очевидным причинам. Напомню, еще совсем недавно, 5 августа, вот здесь, многие просто рвали на себе волосы из-за этого падения. И продавали в ужасе из-за японского кэрри-трейда. Это был второй худший август за всю историю. Мы же говорили, что нужно иметь план накопления и придерживаться его. Посмотри, что произошло с акциями Теслы с тех пор. Они показали как минимум две свечи бога. Только за вчерашний день Тесла взлетела на 15%, и это, похоже, еще не конец. Аналитики, наконец, начали просыпаться, и появляется множество статей с вопросами, а может ли Тесла достичь тысячи долларов за акцию? Конечно, может, и даже больше. Но мы, розничные инвесторы, заходим тогда, когда все боятся. И устраиваем праздник тогда, когда все жадно покупают. Не нужно закупаться, когда мы видим огромные жирные зеленые свечи. Лучше делать это тогда, когда мы видим огромные падения, когда все боятся и пишут прогнозы о падении еще ниже. Следующая тема неочевидна, но очень важная. Трамп теперь президент. Те из вас, кто старой закалки и считают это пузырем, просто не поняли новой математики блокчейна. Или даже не пытались ее понять. В новой парадигме пузыри невозможны с математической точки зрения. Основной вывод из этого. Нужно смотреть не на цены, а на то, как работают эти блокчейны. Какие процессы они выполняют. Сколько пользователей обслуживают каждый день. И сколько транзакций обрабатывают. Собирая при этом некое количество комиссий. Например, Solana поддерживает 6,5 миллионов активных пользователей ежедневно. С очень низкими затратами. То есть, за ее рыночной ценой реально что-то стоит. Естественно, нельзя исключать вероятность мгновенного краха, как это было с Терролуной. Риски всегда присутствуют. И, кстати, сейчас развязалась нешуточная борьба между Solana, Sui и Base. Все три цепочки показывают взрывающиеся объемы транзакции, комиссии и пользователей. Тем не менее, Solana обогнала Binance, став третьей по величине криптовалюты, если не учитывать Tether. Так как Tether это стейблкоин. Капитализация биткоина 1,5 триллиона долларов. Эфира 340 миллиардов долларов. Solana почти 89 миллиардов долларов. И BNB почти 86 миллиардов долларов. Так что мы видим не только то, как биткоин вырывается вперед по сравнению с золотом. Но и то, как Solana становится третьей крупнейшей криптовалютой, если не учитывать Tether. Все очень быстро меняется. Финансовый ландшафт полностью меняется. И если Solana обгонит Ethereum, вторую криптовалюту, то ее цена составит 1211 долларов. Кроме того, скоро будет запущен спотовый Solana ETF. Ведь в январе, скорее всего, Гэри Гэнслер будет уволен. Когда Трамп вступит в свои старые, новые полномочия. Мы скажем Гэри Гэнслеру, человеку, который подавлял криптоиндустрию. Пока. Это сообщение от Кенери Кэпитал. Они – это крайняя компания, подавшая заявку на спотовый Solana ETF. Но почему-то они не подавали заявку на запуск спотового Ethereum ETF. Почему? Потому что их основная идея заключается в анализе фундаментальных показателей. Они видят, что доля активных адресов Solana значительно выросла за последний год. На графике это розовая зона. И она поднялась из неизвестности в начале 2021 года до доминирующего положения сегодня. Более половины всего, что происходит внутри 30 тысяч сетей, сосредоточено в одной сети. В Solana. Это просто математический факт. Поэтому, смотря на эти данные и их динамику, они подали заявку на спотовый Solana ETF, а не Ethereum ETF. И у многих компаний уже есть регистрационные заявления на запуск Solana ETF. Так что это только вопрос времени, когда они получат одобрение. Например, OneEk подавал заявку в июне или в июле 2024 и множество других компаний тоже. Так что Solana ETF на подходе. Что самое интересное, у Solana не будет такого фактора, который был у биткоина или эфириума. Огромные Grayscale биткоин и эфириум трасты, которые им приходилось продавать. Помнишь, как в начале Grayscale тормозил спотовый биткоин ETF своими продажами? У Solana такого не будет. Также спотовый Solana ETF может быть запущен не только в США, но и в других странах. Таких как, например, Бразилия. Итак, мы уже обсудили два флиппенинга, которые произошли. Это когда какой-то финансовый актив обгоняет другой. Биткоин обошел золото, Solana обошла Binance Coin, но у нас только что произошел и третий. Весь финансовый ландшафт полностью меняется. Solana только что обогнала Феррари по рыночной капитализации. У Solana 89 миллиардов долларов, у Феррари почти 83 с половиной. И Solana, как и биткоин, тоже показала свою свечу бога. И возвращаясь к взаимосвязи между политикой, криптоиндустрией и блокчейном. Это все действительно связано. Самой большой ошибкой демократов было враждебное отношение ко всему криптосообществу. Я говорю сейчас про тебя, про себя. Да, мы являемся частью криптосообщества. И это нас они пытались задушить. Лишить нас доступа к криптоактивам, криптовалютам, запретить наши активы. Они хотели лишить нас возможности, которая может дать нам финансовую свободу и независимость. Яковенко отметил, что самая большая опасность для демократов это то, что где-то взрослые люди обмениваются последовательностями единицы нулей, получая удовольствие от отсутствия государственного контроля. В этом и заключалась угроза для демократов децентрализация. Это отсутствие контроля. Биткоин это угроза социальной стабильности, говорили они. Зато они не видели никакой угрозы для этой социальной стабильности, когда брали эти серые конверты с деньгами и крали миллионы и миллиарды долларов. Или использовали их на нехорошие вещи. Элизабет Уоррен строила антикриптовалютную армию, чтобы переизбраться в сенат от Массачусетса. К сожалению, жители Массачусетса не выбрали Джона Диттона, а решили остаться с антикриптовалютной королевой. Они снова проголосовали за нее. По умолчанию это означает, что большинство жителей Массачусетса до сих пор не владеют криптовалютами. И это печально. Массачусетс это прежде всего красивый город Бостон. Это MIT, прославленный технологический университет. И я очень надеюсь, что они обратят свое внимание на криптовалюты. Вчера я уже упоминал это, но сегодня мы получили обновленные данные по этому красному цунами. Американский народ высказался. Мы только что избрали президента, поддерживающего криптовалюту, и 250 кандидатов в Конгресс, поддерживающих криптовалюту. Да, теперь у нас есть 253 представителя в Палате Представителей и 16 криптовалютных сенаторов в Конгрессе. Фактически мы имеем ситуацию, когда у нас на двух прокриптовалютных сенаторов или представителей приходится один антикриптовалютный. Мы в большинстве. Если ты против криптовалюты, то ты отрезаешь огромную часть своего электората. И с каждым годом этот электорат будет обновляться на более молодое поколение. И из-за этого будет становиться все более криптовалютным. И это нужно понять сейчас многим политикам. Те, кто это не поймут, рискуют закончить свои политические карьеры. Ты наверняка помнишь операцию Чокпоинт 2.0. Эта операция направлена демократами против криптовалюты. И некоторые люди говорили, что ее не существует. На самом деле это действительно есть. И теперь после победы Трампа на этот счет будет проведено большое расследование. Главный исполнитель операции Чокпоинт 2.0, председатель банковского комитета Сената Шерет Браун из Огайо, не переизбрался. Он потерял свое место в Сенате. Но это еще не все. Теперь у комитета будет новый руководитель. Тим Скотт станет главой банковского комитета Сената. Это возможность для расследования и раскрытия правды об антикриптовалютной операции Чокпоинт 2.0. Республиканцы взяли пост президента, Сенат, Палату представителей и Конгресс. И теперь мы узнаем всю правду про антикриптовалютную политику предыдущей администрации Байдена и Харрис. И, видимо, немалую роль в этом сыграла социальная сеть Илона Маска, Икс, или же бывший Твиттер. Так уж получилось, что на этих выборах именно она превзошла все остальные, включая крупные телеканалы. Использование Твиттера достигло 6 миллиардов секунд в час. Это звучит немного запутанно, но это означает, что пользователи только лишь в США в среднем проводят 6 миллиардов секунд в течение одного часа в Твиттере. 6 миллиардов секунд – это примерно 70 тысяч дней. Такое количество показывает интенсивное использование платформы пользователями из США за очень короткий период времени. Икс становится крупнейшей новостной платформой на планете. И немного про макроэкономику, потому что это проблема, которую новым властям, Дональду Трампу, придется решать. Сразу после выборов ситуация следующая. Акции выросли, криптовалюты выросли, доходность десятилетних казначейских облигаций выросла, доллар США вырос, а золото упало. Что это означает? Это означает, что инвесторы рассчитывают на более высокий реальный рост, а не на инфляцию. Интересно. Однако инфляционные ожидания тоже поднимаются. Облигации с защитой от инфляции тоже выросли. Это указывает на более высокий инфляционный риск. Как всегда, в макроэкономике сигналы могут быть противоречивыми. И сейчас мы видим два противоречивых сигнала. Некоторые инвесторы ожидают продолжения реального роста, а некоторые ставят на инфляцию. Я верю, что у нас впереди рост. Но инфляция тоже никуда не денется. И, наконец, ФРС США. Завтра ожидается снижение процентной ставки. Рынок дает большую вероятность снижения на 25 базисных пунктов. Тем временем, уровень просрочки по коммерческим ипотечным ценным бумагам для офисов в октябре подскочил до 9,4%, что является самым высоким показателем за 11 лет. Доля просрочек по кредитам на коммерческую офисную недвижимость за последние два года выросла в пять раз. Скорость роста просрочек сейчас сравнима лишь с финансовым кризисом 2008-го. Это позволяет уровню просрочки по офисным кредитам превзойти исторический максимум в 10,3%, зафиксированный в июле 2012-го. В целом, ситуация в коммерческой недвижимости превращается в настоящий кризис. Точно так же, как и в автомобильной промышленности и в секторе жилой недвижимости. Сейчас в рецессии находится и промышленное производство. Многое нужно исправлять, а это означает, что Дональд Трамп столкнется с серьезным кризисом в 2025-м. Меня зовут Богатейщий Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!